Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. У меня за спиной старый запущенный куст винограда. И мы сегодня с вами поговорим, можно ли с ним что-то сделать, как-то привести его в порядок. Как это сделать, ну и вообще стоит ли этим заниматься. Ну, начнем с того, что этому кусту порядка 30 лет. Последние лет 10 особо за ним никто не смотрел. Куст такой запущенный, загущенный. Ну, на самом деле, явление довольно часто. Тут у каждого третьего плюс-минус такой куст. Первый вопрос, которым стоит подойти вот к такому кусту, это решить для себя. Хотите ли вы вообще с ним заниматься? Потому что привести такой куст в порядок достаточно тяжело. Не факт, что у вас получится. Они, скажем так, разной степени запущенности. Кроме того, такие взрослые кусты, которым порядка 20-30 лет, как правило, это вот сорт Альфа, либо Изабелла. Сорта поздние для Белоруссии. Вызревают они плохо. О вкусовых качествах каких-то эксклюзивных и речи не идет. Поэтому, может, есть смысл посадить какой-то гораздо лучший сорт, сладкий, вкусный, который вас будет созревать, вызревать и приносить вам радость и удовольствие. Ну, если вам, например, очень хочется этот сорт сохранить по каким-то причинам, либо какой-то сорт, который вам хотелось бы иметь на своем участке, ну, что можно вообще с этим всем сделать? Ну, как видите, куст запущенный, загущенный, и подойти к нему достаточно сложно. Как один из вариантов, можно было бы вырубить все под корень и от корня отращивать молодые побеги. Ну, посмотрите, какой там огромный ствол. Корневая система здесь очень хорошо будет развита. И если мы вырежем под корень и пустим молодые побеги, то с вероятностью 90% они будут очень мощные, они будут жировать, следовательно, будут плохо вызревать. Ну, и результата с этого всего мы не получим никакого. Как один из вариантов, иногда предлагают для таких кустов сделать, ну, перепривить на них какой-то другой сорт. Ну, и честно говоря, если вы начинающий виноградарь, я вам делать этого не советую, потому что, опять же, посмотрите, если мы прививаем в штамп, то есть вот в этот вот ствол, вот там внизу, сделать это достаточно сложно без должных навыков. И это будет только потраченное время. Прививать где-то здесь, ну, посмотрите, тоже здесь все запущено. И понять, куда прививать и как что делать, смысла в этом нет. Вариант следующий. Если вы хотите сохранить этот сорт, то достаточно просто и легко будет что осуществить? Его размножить, создать из него молодое растение, и уже его изначально правильно формировать, нормировать и расти так, как нужно. Как это можно сделать? Значит, самый простой способ размножить такой куст, это размножение отводками. Что нам надо сделать? Нам надо найти, если это возможно, какую-то ветку, которая сможет дотянуться до земли. Сделать это можно весной, либо осенью. Ну, в общем-то, можно и сейчас. Значит, какие варианты? Смотрите, если мы делаем сейчас, то нам надо какой-то выделить вот этот зеленый побег, убрать с него ягоды, убрать листья вот здесь в начале. И вот эту часть, здесь видите трава, будет плохо видно, мы ее прикапываем в землю. на глубину сантиметров 10. Ну, так, чтобы вот эта вот верхушечка, которая растет, чтобы она у нас оставалась. По осени. Если мы делаем это по осени, то вот эта часть, она станет коричневой, тоже мы ее прикапываем, оставляя часть верхушки. И потом уже к весне, там где-то к маю, теоретически у нас образуются корни. И вот эту часть мы отрежем. Остальное выкопали и пересадили туда, куда нам надо. Если мы делаем сейчас, например, и прикопали вот эту вот зеленую часть, конечно, теоретически, если мы это сделали в начале лета, то к осени мы уже вот это молодое растение можем отсадить. Если, как сейчас у нас конец июля, мы делаем, то я бы не рекомендовала осенью это трогать. Пусть оно сидит до весны, а уже весной мы вот это вот лишнее отрежем. А здесь молодое растение с корешками мы отсаживаем в то место, в которое нам нужно. Дальше, в случае, например, если у нас нет веток, которые мы бы могли опустить на землю, что делать? Мы можем взять, тоже найти хороший побег зеленый. Ну, вот этот, на самом деле, маловат, конечно. Не очень он хороший, но в зоне досягаемости. То есть то, что можем найти. Убираем с него грозди и листики внизу. Нам надо где-то вот, ну, вот такое расстояние приблизительно. На эту часть мы надеваем, например, пластиковую бутылку, либо, может, пакет. Нам надо сюда, например, влажные опилки, влажный торф, влажный мох, то есть какую-то поместить в влажную среду и ее, ну, заизолировать, чтобы мы могли долить водички. И эту влажность поддерживать с одной стороны. С другой стороны, чтобы оно быстро не высыхало. Ну, оптимально, как правило, пластиковая бутылка. Надели там, где это возможно на хороший побег. Вот здесь, от низа, от старой, от коричневой древесины. Ну, приблизительно вот на такое расстояние. Можно еще аккуратненько ножиком чуть-чуть нанести порезы здесь. Легкие, корешкам будет легче пробиться. И приблизительно через 4 недели у вас здесь уже появятся корешки. Если у вас здесь прозрачный какой-то пакет, то вы это сможете увидеть. Значит, тогда тоже отсюда отрезаете и новое растение садите. Такой способ, конечно, лучше делать в начале лета. Можно попробовать и сейчас потренироваться. Побегов у вас хватает. Если вдруг что-то пойдет не так, ничего страшного. И уже такое молодое растение вы садите в то место, в которое вам будет удобно и сразу его нормально формируете. Видео по веерной формировке я оставлю ссылку под роликом. Что можно сделать с таким кустом? Еще раз повторю, что сделать с ним что-то достаточно сложно. Но если вы вдруг принимаете такое решение, то первое, в любое время вы можете к этому подойти. Смотрите, здесь достаточно много старых сухих веток. Мы их все, не жалея, убираем. Вот все вот это старое, сухое. Вот. Все это уберем. Причем как здесь, так и везде. Вот там сколько сможете долезть. Ну, если слишком высоко, вы уже боитесь лезть, ладно, оставляйте как есть. Ну, везде, где достаете, все старое, сухое, все убираем. Дальше мы приступаем к зеленым побегам. Я, нет у меня сейчас возможности залезть вверх. Там, видите, побеги есть подлиннее. Вот они такие, сантиметров сколько тут? 60. Давайте попробуем взять вот эту ветку. Какая-то сухая. Она нам мешает. Значит, мы берем эту ветку и смотрите, видите, коротенький. А там у нас сколько? Вот это все коротенькое. Убираем. Оно нам только мешает, не жалея. Смотрите, ну вот у меня получается, что здесь остается. Вот это все голое, значит, и это голое тоже убираем. вот смотрите, например, ветка. Вот эта пошла сухая. Мы ее убираем. Я подрежу, конечно, больше. Вот на этой ветке тоже. Вот это вот маленькое все. Несмотря на то, что здесь висят ягоды, не жалеем. что вот этим будет проще. Вот еще один маленький тоже убираем. на самом деле, смотрите, здесь просто покажу, чтобы вам было видно тоже вот этот маленький, вот этот побольше. Маленький этот тоже убираем. и вот еще один маленький. Убираем. И так мы с вами проходим все, где достаем. Понятно, что сильно высоко не лезем, все проходим, где достали. И маленькое, коротенькое убрали. Оставили только самые мощные, самые красивые побеги. Значит, если мы вот так вот все прорезем максимально, насколько мы можем, то даже в этом году немножко что-то может быть лучше в плане урожая. И потом по осени либо следующей весной вот эти побеги зеленые, которые у нас остались хорошие, мы обрезаем на три почки. Раз, два, три. Вот так. Понятно, что грозди уже не будет, листьев не будет, потому что в каждом из этих вот, из этой каждой почечки у нас пойдет новый побег. И у нас опять будет большое загущение. Именно поэтому по осени мы сделаем таким образом. Тогда у нас виноград будет более прореженный, лучше проветриваться, и молодые побеги, новые будут лучше расти. Что касается верхней части, по осени ее лучше убрать. Ту верхнюю часть, до которой вы не сможете достать, потому что вы не сможете проводить нормально все эти обрезки. Это раз. Вы не сможете снимать оттуда урожай. Это два. И то, что вы делаете внизу, прореживаете. Если будет большая верхняя часть, которая будет загущать, со временем она будет перетянет всю энергию на себя, и весь ваш труд окажется напрасным. Если вы проведете такую прореживающую обрезку, тогда у нас виноград будет более прореженный, лучше проветриваться, и молодые побеги, новые будут лучше расти. Возвращаясь к началу видео, скажу, что это процесс долгий, это процесс сложный, и не факт, что он даст результат. Поэтому напоминаю, подумайте, надо ли вам это. Может быть проще все-таки завести новый куст. Что еще можно попробовать сделать, вдруг вам повезет, вот где-то у основания куста, может быть от корня, может быть где-то здесь внизу поискать, вдруг будут молодые побеги. Если повезет им, вы их найдете, то тогда их можно пробовать, ну, во-первых, оставлять и пробовать как-то формировать. Но в таком случае вот это все сразу не убирайте, потому что, напомню, куст мощный, корневая система мощная, и вот эти побеги могут жировать, можете с этим не справиться. поэтому постепенно вот этот верх убирать и уже переводить все на эти молодые части, если вдруг вам повезет их найти. а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свое мнение и задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку еще, как обещала, будет ссылка на видео с формировкой. Будут мои контакты и каталог наших сортов винограды. До новых встреч!